И после нашего прекрасного шопинга мы поехали заселяться в отель. Это тоже Моленпик. Сейчас будем заселяться и отдыхать. У нас случилась целая эпопея. Мы сейчас приехали на парковку в аэропорт, потому что уже поздно вечером. Мы стали заселяться в гостиницу, и наша карточка не прошла. Доллары не принимают. И уже поздно. Никаких обменников уже в городе нет. Они не работают. Банкоматы почему-то тоже карточку не принимают. Что-то какой-то сбой может быть случился. Не знаю. Нам пришлось ехать в аэропорт в Сувар-на-Пхуми в Бангкоке, потому что тут мы точно знаем, что есть обменник. И, в общем, таким макаром поменяем деньги и поедем заселяться в отель. У нас, как бы, всегда, конечно, с собой есть наличные баты, но сейчас после торгового центра у нас их уже не оказалось. Вот такая вот проблема случилась. Так что будьте бдительны, конечно. Какое-то энное количество денег нужно все-таки все равно иметь и не тратить, чтобы в случае вот такого, какой-то непредвиденной ситуации можно было им расплатить. Это наш номер. Наконец-то мы прибыли к Морлин Питте. Такой у нас огромный номер. Такой столик. Даже фитбол у нас есть позаниматься. Это такая спальня у нас большая. Там балкон должен был быть с видом на сад. Вот такой тут чил-уголочек. Тут шкаф, там гладильная доска. Все такое. Вот тут еще шкафчик. Тут сейф и так далее. Картины прям даже какие-то. Еще один телевизор. Тут большой санузел. Вот такой огромный. Это я. И тут у нас ванна. И я опять. Вот такой муж заказал номер шикарный. Как всегда, мне сюрприз. За что ему большое спасибо. Сейчас будем спать. А это у нас уже следующий день. Утро в Бангкоке. Мы проснулись. Сейчас у нас дальше шоппинг номер два. Ну и потом прогулки по городу. И у нас отель вот прямо на канале, оказывается, находится. Там река. А мы даже и поняли вчера. Всем привет. Ну а у нас уже новый день. Мы находимся в Бангкоке. И я хотела поделиться своими покупками. Вчера у нас был великий шоппинг. И я нашла косметику японскую. Которую когда-то там тысячу лет назад мне привозила наша знакомая. Как раз из Японии. Обалденная косметика. Очень классного качества. И нигде ее в Москве не могла найти. А тут нашла, увидела, вспомнила. И купила, конечно, сразу же. Обалденное качество. Ну, Япония вообще, в принципе, славится своей косметикой очень высокого качества. Бадами, таблетками, витаминами. Вот. Поэтому, конечно, я ее приобрела. Сейчас покажу и расскажу. И очень-очень советую. Если ее где-то представится возможность купить, обязательно покупайте. Ну, возможно, конечно, она у нас на каких-нибудь там маркетплейсах и продается онлайн. Я, честно говоря, не знаю. Сейчас покажу. Так, это первое. Это в нашем мазыре в бангкокском. У нас уже утром. Вот это первое чудо-средство. Это такая умывалка с коллагедом. Вот название этой фирмы. Обалденное средство. Мягкое, увлажняющее и супер отмывающее. Прямо до скрипа. Это вот первое. Потом второе. Это такой крем для глаз. А он именно от морщины. Просто сейчас достану. Вот так он выглядит. Фирма уже вот такая. Тоже японская. Супер. Обалденного качества. Просто сказка. На русские деньги 900 рублей всего лишь стоит. А умывалка, наверное, 1200 рублей. Это у нас такой прикольный вид на лобби в отеле. Отель Мовенпик в Бангкоке. Это мы из лобби отеля идем на завтрак. Вот так спускаешься. Вот здесь сад. Бассейн. И завтрак. А вот у меня такой завтрак. Йогурт. Фруктовый салат сейчас туда положу. И чаек. Вот такой красивый въезд на территорию нашего отеля. Такой уазис зелья. В шумном, пыльном Бангкоке. Вот такая красотища. И в центре торгового центра на каждом этаже есть вот такие какие-то, наверное, местные и их отечественные производители. Вот с такими колоритными, мягко говоря, вещами. Не знаю вообще, куда это можно одеть. Но здесь, конечно, и попроще. В общем, интересно, конечно, походить, побродить тут. Посмотреть. Очень прикольно. Это мы зашли в такой магазинчик, в общем, всякой мелочевки. И тут, смотрите, какой есть дорожный наборчик. Ножнички. Вообще капец. В общем, магазин со всякой лабудой. И их тут полно. Также тут полно всяких спонжиков, щипчиков для ресниц. В общем, всего такого. Это лицо почистить, если вдруг нужно. Для бровей, пинцет, расческа. Стоит 200 рублей. Спонжики такие. Стоит 150 рублей две штучки. Вот такие наборы ковриков. Такой, например, коврик. Один. Очень классный, кстати, на ощупь. Он, получается, стоит 190 рублей. Очень прикольно. Вот эти шляпы. Носочки. Шляпы стоят 300 рублей. Носочки. Три штуки. Три штуки. 300. Тоже рублей. Тапочки. Тапочки. Тоже 300. Ну, типа, все по 300. Это такие резиновые. Ну, резиновые 200 стоят. Шлепки. Сумки. И вот такие тут прикольные наборчики. Ванночки. Это мешать краску в них. Или для волос, или для бровей. Классная штука такая. 200 рублей стоит. Прикольно очень. Магазин Юниклон. Тут, конечно же, присутствует тоже. Вот такой вид. С эскалаторида мы вниз спускаемся. Также здесь кос еще есть и на втором этаже. И вроде бы еще и на третьем. Это я в косе. Такая рубашечка симпатичная. Стоит 6 тысяч рублей. Вот такое платье. Такое немножечко бесформенное. Но под любую фигуру подойдет. Украшения есть. И вот такие есть. И я себе такое уже прикупила. Вот такое очень классное платье нарядное. С рукавами. Стоит 9 тысяч рублей. Вот еще есть такое. Не пойми, что платье не платье. Очень короткое получается. Вот такой комбинзончик. И очень много свитерок такого цвета фуксии. Также здесь огромная сепара. Сейчас заглянем. Так, это Кидаль. Бренд. Вот с такими ценами. Крем для глаз стоит 5 тысяч. Вот этот на русские деньги. Тоники по 2,5. А вот эти знаменитые маски. Доктор Джарт. Здесь получается по 900 рублей. Но это однозначно дешевле, чем у нас. Крема вот эти с церамидами. Все цены. Ну просто на 2 умножаешь. И получается в российских. В Клиник вот такая увлажняющая маска. Ночная. 1600 бат стоит. Это 3,5 тысячи рублей. У нас также она очень клевая. У меня такая есть. Очень люблю японскую косметику. Вот это Шосейда крем для глаз. 2,8 тысячи рублей стоит. Такие клевые расчесочки. Но дорогие по 3 тысячи. Представлен огромный отдел Пикси. Вот коллагеновые тоники. По 1300. Крема. В общем, всего полно. Ну и, конечно же, мини-версии. Вот тоник по 1000 рублей. Клиник тоники. Чуть-чуть подешевле. Разных фирм. Очень классные вот эти тревел-версии. Брать с собой, конечно. Бальзам для губ с церамидами. Получается, 700 рублей стоит. Вот такой красивый магазинчик. Килин. Ну и не только Килин. А духи премиум сегмента. Вот в такой красоте. Луи Виттон, как обычно, очередь. Селин. Бути. Диор. И Кортье. Сейчас пойдем посмотрим. Дольче Габбана, Булгари, Прада, Сонаран. В общем, все тут есть. Тут еще такой стенд с японской косметикой. Japan is right here. А это такой стенд с японской косметикой. Я возьму вот этот очищающий лосьон. Это очень хорошая вот эта косметическая фирма. Ну, это умывалка, в общем, с коллагеном. Стоит она 200 бат. Это 500 рублей на наши деньги, получается. Но фирма реально очень хорошая. Здесь есть такие с зеленым чаем. Но это уже другая фирма. Этой же фирмой есть какая-то умывалка. Не поняла я с чем. Очень много тут чего из японской косметики. Сейчас тут посмотрю. Да, здесь тоже японский. Это уход от солнца. SPF 50. Они тут все помешаны на этом антисолнечном уходе. Ну, оно и правильно, конечно. Вот. С этой стороны тоже японская. Вот такие, по-моему, где-то у нас я видела. И вот еще что. А это крема всевозможные. А это у тех, у кого проблемы с акне. Такие средства. Ну, естественно, все это также представлено в мини-форматах. Все тут от акне, от акне. Вот такая тут Япония рядом. Вот еще японские средства для глаз. Крем для глаз. Тысячу рублей тоже возьми. Ну, и, конечно, полно вот этих маск. Фирмы Lululun. Обалденные эти тканевые маски. Они по 7 штук в упаковке. Очень классные вообще. Абсолютно все классные. Встреча с date. Продолжение следует...